Друзья, всем привет! Бац! И за 1 доллар дают 75 рублей. В этом видеоролике я вам хочу рассказать кратко, что творится на рынке по продаже новых автомобилей. Вся информация актуальна на момент записи 14 марта 2020 года. В этом видеоролике я не буду размазывать кашу по тарелке, я хочу вам детально и последовательно рассказать, что в реале происходит на авторынке. Информация не для рекламы, а для всех тех, кто случайно зашел на этот ролик и думает, на каком основании вообще я рассказываю и размышляю на эту тему. Я объясню. Последний год я занимаюсь помощью в покупках новых автомобилей. Я помогаю людям покупать автомобили у официальных дилеров со скидками, в кредит, в трейды, чтобы все проходило гладко. Я купил более 300 автомобилей за последний год и на основании этого владею информацией, что происходит на рынке. Что произошло? 9 марта в понедельник был праздничный выходной. Мы с вами проснулись утром и узнали о том, что цены на нефть обвалились. За 1 доллар просят и дают 75 рублей. В общем, происходит хаос на рынке. В этот день люди, наученные горьким опытом прошедших лет, кто уже сталкивался с подобным в 2013 году, в 2014, кинулись в автосалоны и на все автомобили, которые есть в наличии, в наличии с ПТС, они торговались, покупали их с хорошими скидками, потому что на момент 9 марта, несмотря на то, что это уже прозвали его черным понедельником, уже был скачок курса доллара, официально действовали все те же самые поддержки, предложения, скидки от салонов. В общем, в этот день люди, кто хранил деньги в валюте, у кого были накопления, выгодно покупали автомобиль. Они разменивали их по текущему уже курсу, продавали 1 доллар по 71 рублю, если я не ошибаюсь, на тот момент. И, собственно, покупали на выгодных условиях новые автомобили и уезжали домой на тачках. Но на удивление, такое происходило далеко не по всем салонам. К некоторым дилерам вообще никто не приезжал. Были звонки, звонков было много, но при этом никто не понимал, что происходит, потому что это все произошло вот так спонтанно. А у некоторых дилеров обычно в день, допустим, выкатывается, ну, в выходной день 20-30 машин, в этот день у них выкатывалось по 50-60 машин. В общем, действительно произошел просто вот такой резкий всплеск. В этот же день, 9 марта, активизировались наши братья белорусы, которые всегда хранят все свои сбережения в валюте. За один только день мне лично поступило аж 50 заявок с желанием белорусов купить новую машину в России. Увидев свою выгоду, ну, действительно, все начали кидаться за покупкой новых машин. Понедельник пролетел просто в одну секунду. Многие менеджеры летали по салонам, так как за день выдавали по 3-4-5 автомобилей. В общем, действительно, работа кипела, все были в шоке от происходящего, но это был только понедельник. Наступает вторник, что происходит? На работу выходит руководитель отдела продаж, выходит на работу представительство, соответственно, созывается совещание по всем автосалонам, по всем представительствам. Было принято во многих случаях решение, чтобы приостанавливать отгрузку новых автомобилей. Что это значит? Все те, кто законтрактовал, оставил предоплату за свой автомобиль, который уже в наличии, где-то там, допустим, в Москве, в Питере на складе, 50 там тысяч рублей, 15 тысяч рублей, те купят машины на тех же самых условиях, на которых они договорились ранее. А вот все те, кто хотят купить новую машину, которая только на подходе, только сходит с конвейера, либо же хочет сделать ее под заказ, естественно, для них все условия приостановились. И некоторые представительства, например, ВАК Групп, взяли паузу на одну неделю для того, чтобы понять, что будет вообще сейчас происходить на рынке, как будет меняться ситуация. Но представительство это одно, а при каждом автосалоне есть свой директор, есть свой руководитель отдела продаж, есть свой руководитель кредитного отдела, которые, посовещавшись, приняли решение в некоторых, подчеркиваю, автосалонах поднять цены. В силу того, что пошел просто бешеный спрос, постоянные звонки, люди готовы были покупать автомобили, потому что, естественно, это и сейчас происходит прямо в данный момент. Люди названивают дилером, все готовы скупать машины из наличия, лишь бы успеть сэкономить свои денежки, потому что все прекрасно знают, что если ситуация не изменится, а на 100% не изменится, доллар не откатится на отметку 62-65 рублей за единицу, в общем, все поняли одно, что сейчас на этом можно заработать. Как это происходило? Я вам приведу несколько живых примеров. Так, например, в прошлую пятницу мы забронировали BMW 530-ю дизельную по цене 3 миллиона 500 тысяч рублей за наличный расчет. После того, как произошел этот всплеск, через три дня эту же машину нам предлагают по цене 3 миллиона 900 тысяч рублей, то есть на 400 тысяч рублей просто скачок цены вверх. Где не изменилось вообще ничего в масс-сегменте? То есть такие автомобили, как Kia, Solaris, отечественные производители, я созванивался со всеми менеджерами специально для того, чтобы подготовиться к этому сюжету, они говорят, у нас все осталось на своем месте. Вот как мы продавали машины по розничной цене, так мы их и продаем. Конечно же, они делают скидки, но сейчас вот в силу вот этой ситуации скидку они делают еще меньше. Так-то корейцы никогда там не славились большими скидками, а сейчас они их, можно сказать, стараются не делать для того, чтобы заработать опять-таки и продать машину в розницу. Но тем не менее у них какого-то сильного скачка цен не произошло. Обычно происходит как? Что меняется курс доллара, потом с приходом новых автомобилей, свежих партий, вот она пришла по новой цене, уже происходит поднятие цены. Сейчас же произошло все совсем иначе. Буквально прошло два дня, и, например, на Шкоды, на Кодиаке сразу плюссанули плюс 50 тысяч к цене, на Октавии плюс 30 тысяч к цене, но при этом Корок и Рапид оставили без изменений. Свежая модель Корок, машин подвозят больше, Рапидов и так много. В общем, здесь уже дилеры смотрят, какие машины у них более актуальны, то есть на какие машины больше спрос, на те, естественно, они поднимают цены, потому что видят, что это ликвидная позиция, на ней можно заработать. И вот здесь я заостряю ваше внимание на то, что в каждом салоне есть свой директор и свой руководитель отдела продаж. Потому что я звоню, например, к одному дилеру BMW, он говорит, да, действительно, мы подняли цены тут же на 100, 200, 300 тысяч на разные автомобили. Звоню другому дилеру официальному BMW, он говорит, мы пока что работаем в штатном режиме. Нам говорят о том, что, возможно, цены будут подниматься, но пока что это слова в общем. На данный момент мы работаем в штатном режиме. Что происходит с другими премиальными брендами, так, например, Audi, в одном дилерском центре тут же плюсанули плюс 7% к цене. Естественно, звонки есть, люди хотят купить машину, но когда они получают мгновенный пересчет уже с новой ценой, скидки делают, но в силу того, что ценник подняли, скидку как бы оставили, в любом случае люди перешагивают тот барьер, на который они рассчитывали. Таким образом, вроде как звонки есть, но покупки сейчас начинают стопориться. И подчеркиваю, это происходит с премиальным сегментом, где цены даже с учетом скидок так-то высокие, а сейчас то, что на них накинули еще, люди как бы и хотят купить, и понимают, что это уже действительно перебор. И ровно противоположная ситуация происходит с массовым сегментом, где цены, ну, естественно, сами по себе-то высокие, но более доступные по рынку автомобилей. Там продажи, в принципе, идут очень хорошо. Так, например, одни из дилеров Skoda просто каждый день отгружают огромное количество автомобилей, спрос на них действительно бешеный. Простой пример. В прошлую пятницу на Кодиаке, например, за наличку могли скинуть запросто на двухлитровые моторы 120 тысяч рублей. Сейчас же на них скидывают в лучшем случае 40 тысяч рублей, но не забывайте о том, что уже плюс 50 тысяч к цене накинули. Что происходит, например, с Маздой? Я созвонился с одним дилером, он говорит, у нас пока что плюс-минус все происходит в штатном режиме, но уже сказали, что, естественно, ситуация будет меняться. Мы скидки делаем, но не такие, как раньше. Если буквально еще неделю назад можно было купить Мазду CX-5 со скидкой 150-200 тысяч рублей, то сейчас эта скидка будет ниже. Какая? Вот сейчас на этот вопрос просто-напросто невозможно ответить, потому что все зависит от ситуации. Я вам гарантирую, что если вы сейчас будете кататься по автосалонам, искать машины, то раньше-то это было делать тяжело, потому что много дилеров каждому приезжать, получать условия. То сейчас это делать еще сложнее, потому что некоторые пытаются на этой ситуации заработать на ходовые машины. Они сейчас 100% начинают устанавливать дополнительное оборудование, которое захотят вам продать. Но при этом можно найти дилера, который, куда вы приедете, он скажет, ну вот мы вам сделаем скидку там 100 тысяч рублей, но можно будет забрать со скидкой. Поэтому здесь ситуация сейчас вот такая вот, знаете, слово такое есть, расколбас. Вот именно он сейчас и происходит. Параллельно с этим идет полное глобальное развитие китайского вируса, который уже приняли как пандемия. Пандемия простыми словами означает, что сейчас болеет вся наша планета, весь мир. Как это может отобразиться на ценах автомобилей? Те же самые поставки будут сдвигаться, в общем будут сдвигаться сроки, появится дефицит на рынке, тем самым опять-таки начнут увеличивать цены. В общем, то, как это было там в 2013 году, когда курс рос, да, он рос очень быстро, и при этом плавно начинали поднимать цены, сейчас это, скорее всего, произойдет вот под щелчку, то есть к лету мы уже 100% будем видеть новые цены, которые просто наверняка многих шокируют, если доллар остановится на отметке 72-75 рублей. Я уверен, что никто из вас не будет спорить с тем, что если курс доллара не откатится обратно, там до тех же самых 62-65 рублей, то сейчас цены начнут меняться на все, не только на машины, на телефоны, на компьютеры, на стиральные машинки, на холодильники, телевизоры, в общем, на все товары, все начнет расти вверх. И именно для тех, кто хочет сэкономить, я всегда рекомендую одно и то же, друзья, Е-каталог. По ссылочке в описании заходим на него, и любой товар, который вы хотите купить, прежде смотрим через Е-каталог. У него есть отличная возможность смотреть динамику изменения цены. Так, например, если телефон стоил там 40 тысяч рублей, можно увидеть, изменил ли продавец цену в связи с тем, что скаканул курс доллара. Сейчас самое время что-либо покупать, потому что в дальнейшем, ну, вы уже все с вами прекрасно знаем, что цены просто-напросто вырастут. Поэтому заходите на Е-каталог, забиваете в главный поиск товар, который вас интересует, там вы можете выставить все различные фильтры, почитать отзывы, в общем, подобрать товар под себя. Сам Е-каталог не призывает вас что-либо купить, он лишь помогает совершить вам покупку комфортнее. Все посмотрели, изучили, определились с магазином, где наиболее выгодная цена, отправляетесь туда и там покупаете. Также у них есть мобильное приложение для iOS и для Android. Я и на них оставлю ссылочки, поэтому переходите по ссылкам в описании в Е-каталог и совершайте ваши покупки с удовольствием и с экономией ваших средств. Вопрос, что делать и кому выгодно покупать машину? В первую очередь, если вы хотели купить себе автомобиль из масс-сегмента, вот все, что к нему относится, нужно покупать прямо сейчас. Пока что на них никаких изменений нету, если у вас есть возможность оплатить наличкой, серьезно, идите покупайте. Если вы хотите купить в кредит, обязательно будьте внимательны. Сейчас в силу вот этой суеты, 100% каждого, кто хочет купить в автокредит, будут пытаться обмануть. Поэтому грамотно, спокойно подходим к этому вопросу, покупаем машину, и можно считать, что вам повезло. Повезло всем тем, кто хранил свои накопления в долларах. Опять же, дилеры уже далеко не дураки. На основании именно вот этой информации, они уже цены-то и пытаются поднять, потому что они знают, что вы сейчас поменяете денежки на рубли, у вас есть деньги, вы придете в надежде на то, что вы купите машину, к примеру, со скидкой за определенную сумму, а тут раз, и цена выросла. Но в любом случае, вам будет в этом плане попроще, то есть в пересчете, вы ровным счетом не потеряете ничего, но при грамотном подходе, вы действительно сможете купить машину на более выгодных условиях, чем все те, кто планировал купить ее вот этим летом. Всем тем, кто постоянно откладывает покупку в надежде на то, что вот цены упадут, вот помните, я в предыдущих подобных роликах вам говорил о том, что покупать нужно здесь и сейчас. Пришел в автосалон, видишь, стоит машина, договариваешься, ты понимаешь, что в принципе для тебя цена проходная, нужно садиться, подписывать, покупать. Говорил? Говорил. Вот вам, пожалуйста. А все те, кто ждут следующего месяца, в нашей стране, как показывает практика, ждать ничего не нужно. Поэтому, ребята, если вы рассчитывали купить машину этим летом, я думаю, вам с этой идеей нужно повременить и уже выбирать какие-то альтернативные варианты. Покупать либо здесь и сейчас, либо же вкладываться в вашу текущую машину и вообще, в принципе, отложить на годик-два покупку нового автомобиля. Но здесь каждый решит сам. Подводя итог произошедшего за неделю, я могу вам с уверенностью сказать, что скачок прямо вот сейчас коснулся именно премиум-сегмента. Средний класс, допустим, японцы, ну и все, кто к ним относится, у них какого-то скачка цен пока что не произошло. В лучшем случае, в худшем точнее случае, что они сделали, это подрезали скидки и будут пытаться продать автомобиль на более выгодных условиях уже для дилера, а не для вас, пользуясь ситуацией. Масс-сегмент пока что все осталось без изменений. Поэтому нет смысла сидеть, раскачиваться, ждать, когда мы сделаем с вами рывок. Нужно, если вы хотели покупать автомобиль, отправляться к дилеру, но делать все это спокойно. Спешка, особенно поддаваться на поводу у менеджера, что вы пришли в автосалон и он вам говорит, вот стоит машина, вот ее прям покупайте тут же, если вы не купите, сейчас другое купят, значит это не ваша машина. Спокойно посмотрели, не устраивает, идите дальше, ищите. По Москве в частности, дилеров очень много, да и собственно по России, кто живет в регионах, вы тоже спокойно можете посмотреть у себя в городе, в соседнем городе, в более крупном, либо точно так же посмотреть, что происходит в Москве. В общем, здесь нужно садиться и каждую ситуацию индивидуально просчитывать, как выгоднее, правильнее поступить. Но в любом случае, все, что сейчас происходит, в первую очередь, это происходит именно на ажиотаже, на том, что произошло, что пошло очень большое количество звонков, что вырос доллар, именно на этом все работают. Хотя, по сути, все те машины, которые сейчас стоят, на них цены пока что, но никак не должны меняться, они все пришли по старым закупочным ценам. Нужно выделить 1-2 дня, прозвонить оперативно все автосалоны, найти машину, но не сидеть на месте, а срываться, сразу смотреть, договариваться. Если все условия соблюдены, оставляйте деньги, контрактуйте автомобиль, покупайте все, вы ставите галочку, вы с машиной, вы довольны, все. Те, кто будут откладывать на потом, думать, что да ладно, сейчас это все пройдет, ну, давайте так, не будем загадывать, посмотрим, будем надеяться, что ситуация улучшится. Но на самом деле, все сейчас происходит очень печально, и я понимаю одно, что вот сейчас то, что есть в наличии, распродастся, и все, что будет приезжать новенько, будет приезжать уже совсем другими ценами. Поэтому всем вам желаю удачи и оптимизма, самое главное, не гоношиться, не торопиться, не начинать нервничать, не начинать себе надумывать, потому что, если почитать новости в интернете, то там уже и предсказание Ванги вспоминает, что она это все говорила, что все будет, и уже чуть ли там не зомби-апокалипсис. С одной стороны, вроде бы все так и происходит, а с другой стороны, ребят, надо все делать плавно, надо никуда дергаться, торопиться, и все будет хорошо. Обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, я вас буду держать в курсе событий, в инстаграме я как раз-таки делаю свежие публикации о том, что происходит. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.